Почему красноармейцам запрещали пользоваться трофейным оружием? В фильмах о Второй мировой войне часто показывают, что красноармейцы массово использовали трофейное, немецкое стрелковое оружие, да и на многих фотографиях того времени можно увидеть советских солдат с немецким оружием в руках. На самом деле все было не совсем так, а большинство фотографий являются постановочными. Естественно возникает вопрос, что же делали с трофейным немецким оружием, и почему советским солдатам запрещали его использовать. Сразу стоит сказать, что прямого приказа запрещающего использовать трофейное стрелковое оружие не было, но был специальный приказ требовавший, чтобы все это оружие незамедлительно и в срочном порядке передавалось вышестоящему командованию. Известно, что в январе 1943 года была создана специальная служба, которая после каждого боя или захвата территории выявляла, собирала и передавала в тыл все трофейное оружие. Также в 1943 году был создан специальный трофейный комитет, который возглавил маршал Советского Союза Ворошилов, а сбор трофейного имущества стал еще более централизован. В каждой советской военной части были сформированы трофейные бригады, батальоны и роты, личный состав которых состоял в основном из бойцов старшей возрастной группы. Все задачи трофейных команд оговаривались положением о трофейных органах, частях и учреждениях Красной Армии от 28 апреля 1943 года. Смотрите дальше. Дальше будет интересней. Подписывайтесь. Комментируйте. Ставьте лайки. И обязательно включите уведомления. Еще один момент. Согласно постановлению Госкомитета обороны от 3 марта 1942 года захищения и разбазаривания вооружения, имущества или трофейного продовольствия, солдата могли отправить под трибунал. Причем риск пойти под трибунал существовал не только у солдата, но и у командира, который не обеспечил надлежащие охраны трофеев и своевременную их передачу трофейным командам. Тем не менее, трофейное стрелковое оружие у красноармейцев все же было, причем в огромных количествах. С одной лишь оговоркой вооружаться им могли исключительно солдаты непередовых частей, снабженцы, ремонтники, связисты, артиллеристы, водители, также в период, так называемого винтовочного голода, в начале войны, когда в немецкий плен попали миллионы советских солдат с оружием, и были захвачены приграничные оружейные склады, трофейным оружием вооружали ополченцев и добровольцев. Немецким оружием могли вооружаться разведывательные, диверсионные подразделения и заградотряды, но основная его масса отправлялась на Дальний Восток и в Сибирь, туда где находились части, предназначенные для отражения возможного нападения японской армии. Почему же распределение трофейного оружия было столь специфичным? Как известно, в рядах Красной армии, особенно на начальном этапе войны, массовый характер имели случаи так называемых самострелов, десятки тысяч красноармейцев, намеренно, сами себя калечили, чтобы вместо боя отправиться в госпиталь, а если повезет то и в тыл. В большинстве случаев, подобных самострелов довольно легко выявляли, после чего они отправлялись, в лучшем случае, в штрафбат, а в худшем, их ждал расстрел перед строем. Естественно, что имея красноармейцы трофейное оружие, факт самострела было бы крайне сложно установить и подобная практика могла бы принять действительно угрожающие масштабы. Помимо самострелов, на передовой, были нередкостью случаи, когда красных командиров и политруков, не пользовавшихся особой популярностью у солдат, находили после боя мертвыми. При том, что в атаку они не ходили. Причину их смерти было довольно легко установить, особенно если в теле находили советскую пулю. Найти виновного после этого было уже делом техники. В случае же если бы у красноармейцев, на передовой, имелось немецкое оружие, комиссарам и непопулярным командирам было бы крайне опасно даже нос высунуть из блиндажа, ведь шальная немецкая пуля могла прилететь в любой момент. И несмотря на серьезные меры предосторожности, такие пули периодически прилетали.